На уровне логистики поставок похоже, не буду тоже останавливаться, потому что времени мало, похоже, что на уровне продуктов питания будет работать изучение паттернов поведения и поставки продуктов питания будут как бы just in time, just in case, просто потому что еда будет становиться объективно дороже, людей становится больше и не хочется выкидывать. Мы сегодня выкидываем 45% еды производим, индустрии будут сокращать эти издержки за счет дистрибуции, а на уровне бытовой техники и товаров длительного пользования, скорее всего, будет приордер, ровно по той же причине. Компании, которые сделают эффективный приордер, у них не будет стока, они не будут тратить деньги на хранение и на выбрасывание моделей, которые все быстрее и быстрее меняются. У нас сейчас Apple выпускает, по-моему, одну модель в год, да, новую, но понятно, что для того, чтобы конкурировать с каким-нибудь будущим Apple 2 и Apple 3, ему придется выпускать раз в три месяца модель, раз в два месяца модель. Они могут, они сейчас задерживают искусственно эти вещи для того, чтобы продать больше предыдущей модели. Вот, поэтому, скорее всего, будет просто переход на тотальный приордер для того, чтобы не иметь стока и иметь возможность конкурировать. Про жилищное строительство я сказал два слова, скорее всего, мы будем просто менять локации, будут появляться новые места размещения людей, новые города, новые такие... Я не помню, как этот фильм был про то, как на орбите поселились привилегированные люди, а на Земле остались все, у кого нет денег. Был какой-то такой фильм недавно. Элизиум, да, вот на Земле будут появляться такие элизиумы в большом количестве, потому что онлайн, потому что вам не нужно, собственно, попадать уже обратно в то место, где ваша работа. Если у вас есть деньги, вы поселитесь в хорошем климате.